Здравствуйте, хотела бы у вас как специалиста узнать. Моей дочке недавно исполнилось 3 года. Хотела бы, чтобы вы рассказали, что должен знать ребенок и уметь в 3 года. А давайте, слушайте, вот сейчас я вам скажу, только у меня перед глазами нет, но ты можешь картинку поставить в углу уже, правильно, и ссылку. Есть такая программа, которую я обожаю. Она еще была написана в 85-м году. Называется эта программа. Она была написана для детского сада. Программа называется «От рождения до школы» под редакцией Васильевой. Васильевой уже в Царстве Небесного нет, а программу-то нужно из года в год модернизировать. Раньше были там патефоны, сейчас у нас там магнитофоны. Раньше было это, сейчас... То есть какие-то слова устаревают, их убирают, и ставят какие-то более современные, подстраиваться под эволюцию нашу. И сейчас эта программа под редакцией Вераксы. Фамилия какая-то мужчина у нас, Веракса. Николай Алексеевич, Александр Николаевич. В общем, там сын и отец. Сын в МГУ СИД одним занимается, отец, вот, и он психолог, кафедру ведет. И вот взял под покровительство вот эту вот программу. Вот. Этой программой пользуются, наверное, 80% всех садов на территории Российской Федерации, еще не отошли от нее. А некоторые сады взяли к ней еще второстепенные какие-то, альтернативные, там, по рисованию, или, может, про развитие речи. Так вот, что из себя представляет эта программа? Ее выпускает Мозаика Синтез, издательство московское Мозаика Синтез. Только она выпускает это... Кстати, это же издательство выпускает 7 гномов. Это, видимо, один какой-то набор авторов. В общем, они как-то в тесноте там работают, и там грамотно все, и там грамотно все. С точки зрения ФГО, все это составлено. Что из себя представляет эта программа? У этой программы большое количество авторов. Каждый автор отвечает за свое направление. По развитию речи это Гербова, по математике это там Пономарева, по-моему, если я не ошибаюсь, Пона какая-то фамилия там все время будет. По ИЗО это еще кто-то. Ну, не помню фамилию, у меня кризи вечно на имена, на фамилии. Вот, там поставим ссылки под эти вот. По ознакомлению с окружающим, по познанию, это другой автор. В общем, это набор большой, таких вот тонких, вот такой толщины книг, формата, ну, меньше, чем А4. У меня полки, они валятся, у меня все они штабелями стоят, эти книги. Обязательно по каждому возрасту. И вы можете купить. Вот не ждать меня, когда я там вам расскажу, что делать в том или ином возрасте. Где купить эти книги, мы ссылку оставим, вы посмотрите, где это можно все приобрести. А именно вот к, именно к этой программе. Значит, у этой программы есть толстая книга, зеленого такого вот фона. Там все собрано от нуля до 7 лет. И в каждом возрасте, что должен уметь ребенок. Именно касаемо физических особенностей. Прыгать, скакать, спать, сколько он должен есть, питание, рост, вес и так далее. Все очень подробно. Прививки, не прививки. Ну, абсолютно все. На горшок он должен ходить. Сколько раз он должен просыпаться. Какой должен быть режим. И все очень, она такая толстая прям, методичка. Вот. Следующие книги будут тонкими. Они разбиты все по возрастам. Вот прям берете первую младшую группу, там дети 2-3 года. И, пожалуйста, книга есть по познанию, по формированию митематических представлений, по развитию речи, по физическим навыкам, по рисованию и так далее. Но, правда, я там не уверена, по первой младшей есть ли там и что. В основном, по-моему, начинается вторая младшая группа, дети 3-4 года. И вот 3-4 года, и куча книжечек. И предисловие есть. Очень понятно все. Не педагогическим языком, а прямо они и для родителей тоже. Там все очень понятно написано. Что должен уметь, чему мы будем учить, какие средства мы будем обучение использовать, какие методы обучения мы будем использовать. И дальше приведены прям развернутые конспекты. Пожалуйста, возьмите это, это, и это. Нет у вас такого. Найдите, пожалуйста, другое похоже. И знакомьте ребенка с шаром. Пожалуйста. В общем, все конспекты у вас по сентябрю, по октябрю, по ноябрю, по декабрю на весь учебный год от сентября до мая у вас расписаны. Вот, в общем, можете вы не ждать, пока я расскажу о том, чему учить. Все вот это вот я беру из этих книг, потому что когда-то эти книги все мне положили в голову в педколледже, когда я училась. Нас хоть ночью разбуди, и я могу любую книгу на ИЗО абсолютно рассказать. Вот. И все равно имя стоит на полочке, где-то что-то забывается. Все равно, опять же, туда приходится залезть, посмотреть. Смотрите, пожалуйста, покупайте любого возраста. Все можете скупить. ИЗО, возгласить окружающим, физкультуру, музыку. Пожалуйста, английский там даже есть. Скупайте, читайте и развивайтесь.